И никакой боевой стюарки притормозили. Так, давайте все-таки с составом Детройта закончим. Так вот, третий и четвертый зверь, где в сумме не шесть, а пять человек, поэтому здесь просто можно говорить о чистоте появления. Ух ты! Нет, все-таки не дают про состав Детройта Питтсбурга рассказать. Хоккеисты Питтсбурга не дают, они против. Любопытно, как рассыпался Детройт. Вот так вот, такими отрезками рассыпаться, в принципе, и не стиль Детройта при Майке Бэбкоке, да и при Скотти Боумане, в общем, тоже неудивительно, что такого не бывало. Нетипичный первый период, преимущество игровое у Детройта. Две вспышки Питтсбурга, одна фартовая шайба, одна не заброшенная, только что сталом, и после этого заброшенная шайба к рейсам конец. 2-0, и преимущество у Питтсбурга очень приличное. Опять же, возвращаясь к тому, что Питтсбургу гораздо больше нужна эта встреча. Детройт где-то в подсознании все равно поняли.